Вы уже сейчас спрашиваете, Екатерина, растения на грядках болеют, чем обработать почву осенью, чтобы не повторилось все в следующем году? И правильно делаете, ведь обработки нужно начинать сразу после сбора урожая, так мы с вами избавим грунт от патогенов максимально мягко и бережно. Меня зовут Екатерина Новикова и сегодня на канале Антонов Сад мы разберем с вами 4 самых действенных способа, как очистить почву от болезней. Кстати, с возбудителями болезней в почве мы боремся с вами не только препаратами, расскажу об этом подробно в конце ролика, так что не пропустите. Ну и давайте начнем с вами с биопрепаратов. Они действуют мягко, избирательно, подавляя лишь патогенные микроорганизмы, но работают биопрепараты лишь при температуре почвы от плюс 14 градусов. Именно поэтому мы с вами не ждем уборки урожая со всего участка. Освободилась грядочка, обрабатываем. Итак, чтобы избавиться от возбудителей болезней в почве, нам необходимо заселить ее полезными грибами и бактериями, которые смогут подавить развитие патогенов. Я, как говорится, к полумерам не привыкла, поэтому и препарат у меня особенный. Здесь сразу 33 штамма почвенных микроорганизмов, 33 богатыря. И каждый занят своим делом. Одни работают против бактерий, грибов и вирусов, другие против личинок насекомых, третьи перерабатывают растительные остатки, четвертые трудятся над плодородием и улучшением структуры почвы. Каждый занят своим делом и не мешает при этом другим. Вот и получается, что мы не только сохраняем полезную биоту в почве, но и дополняем ее. Сколько препарата нужно внести, зависит от почвы. В плотный, истощенный, зараженный болезнями грунт необходимо внести 500 мл препарата на квадратный метр почвы. Если же с виду все хорошо и болели только единичные растения, то внести на квадратный метр понадобится 100-150 мл. Разбросайте по грядке, перекопайте и потом сюда же, на это место, можно будет высадить сидираты. На соседней грядке я так и сделала. Посеяла сидираты и когда они отросли 12-15 см, срезала их и заделала в грунт. Жарко здесь на солнышке. Пойдемте в тенечек, расскажу еще о трех способах подготовки грунта. Следующие методы, это если мы с вами не успели воспользоваться биопрепаратами, почва уже остыла, но не замерзла. Но сразу предупреждаю, эти средства сплошного действия. Они не будут разбираться, кто друг, кто враг, а уничтожат всех. Такие обработки стоит проводить, если на грядке живого места не было от болезней и другого выхода ну просто нет. И весной нужно будет обязательно заселить почву полезными микроорганизмами. Давайте начнем с наименее агрессивного средства, надуксусной кислоты. Она прекрасно дезинфицирует почву, работает при температуре от плюс 1 до плюс 40 градусов, но на ее приготовление потребуется время. В стеклянную литровую банку мы выливаем пол-литра 9% уксуса и 100 мл обычной 3% перекиси водорода. Закрываем капроновой крышкой и хорошенько встряхиваем для того, чтобы перемешать. После этого ставим банку в темное место на недельку. По истечении недели стакан данного раствора добавляем в 10-литровую лейку и необходимо будет полить грядку. Достаточно промочить грунт на сантиметр-полтора. Когда все впитается, разровняйте граблями. Можно использовать медный купорос или препараты меди. Столовую ложку медного купороса разводим в 10 литрах воды и этого количества хватит для того, чтобы пролить 5 квадратных метров почвы. Но и самый беспощадный, радикальный, но действенный способ – железный купорос. В 10 литрах воды разводим по 500 грамм мочевины и железного купороса и этим составом опрыскиваем почву. Внимание! Поливать почву не нужно. Только опрыскиваем поверхность. Выбирать, конечно, вам, но я бы все-таки воспользовалась именно биопрепаратами. Для того, чтобы потом не потратить еще больше сил и времени на восстановление плодородия почвы. Чуть не забыла. Обещала вам рассказать про борьбу с болезнями без применения препаратов. А здесь все просто. Сидираты и севооборот. Севооборот необходим, чтобы в почве не накапливались патогены. По классической схеме культуру на то же место мы возвращаем не раньше, чем через 4 года. А седираты же помогают обеззараживанию почвы и в том числе они участвуют в севообороте. На обе эти темы на канале у нас есть очень интересные подробные видео. Загляните. Или можете заглянуть к нам на сайт Антонов Сад, чтобы узнать подробно все из наших статей. Не забывайте ставить лайки и делиться нашим видео, если было полезно. А с вами на канале Антонов Сад была Екатерина Новикова. Скоро увидимся. А пока можете посмотреть другие наши видео.